Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи, и сегодня у нас будут покупочки фикс-прайс. Сразу же скажу, что, чем я делала эти кудри, потому что меня часто спрашивали в видео, где они у меня были, я сразу отвечу. У меня вот такая вот есть плойочка, два в одном. Ты чё кричишь? Чё кричишь? Маму за это. Короче, два в одном. Эта штука переворачивается, вот у меня та, которая вот с такими штучками. Есть поглубже здесь. Харизма. Вот оно название. Если что, сделайте скриншот себе. Короче, я сделала вот такой, которая маленькая волна. Ну, а теперь приступим к покупочкам. Я купила себе, наконец-таки, вот этот светильник. Я уже его разобрала, хотела вам показать. Он, на самом деле, был там один, представляете? Там, короче, вытаскиваешь штучку такую, чтобы батарейки задерживать. И потом нажимаешь, ну, клеишь это всё дело. Я ещё не наклеила. И, значит, здесь есть такая светомузыка яркая. Да? Потом есть вот такая вот. Ну, и самое мне приятное, это, наверное, вот это. То есть он не горит просто так, статично. Ну, и выключаем. Тема очень прикольная. В прошлый раз видела, но немножко другую. Хотела другую, но остались только собачки. У кого будет очень прикольно, мне кажется. Очень классный светильник для, ну, знаете, вот над кроваткой ребёночка, чтобы светилось. Клёво. 77 рублей стоит. Также в фикс-прайсе я купила, короче, вот такие вот майки. Ребята, они классные. Они 55 рублей стоят. Они, короче, невероятного качества. Они мягенькие такие. Я обожаю вот это вот качество. Просто реально очень круто. Очень мягкие. Единственное, в чём минус здесь, это то, что они прозрачные. Даже лифчик, короче, видно. Мне кажется, будут кружева какие-то, но они реально всё выделяют там. То есть без лифчика вообще, то есть вы голая практически. И у них вот эти вот штуки, короче. Ну, вот сейчас я вам один, да? То есть они не по лифчику, понятно? То есть бретелька, если будет лифчик выглядывать, то он будет где-то вот здесь выглядывать. Вот так вот. Вот так вот, да? То есть они где-то с середины вот здесь вот эти бретельки. Нестандартные вот так вот. И, короче, я купила себе вот такой цвет, такой цвет. Вот такой цвет, такой цвет, такой цвет. Потому что они реально очень мягенькие, классные. Но дома носить вообще великолепно. Так что вот таких у меня куча маек теперь есть. Из Fixed Price. Дальше, что я купила, на самом деле не обращала внимания, но решила взять, потому что я начала заваривать себе чай. И очень удобно. То есть, знаете, как начала, я открываю чай, пакетик, и когда он начинает высыпаться у меня мимо, когда я криво его открою, меня это бесит. Я сразу вспомнила, блин, надо баночку купить. Вот там вот, вы, наверное, видели уже эту коллекцию, да? Я почему купила именно вот такую паночку? У меня там уже чай. Открывайся. О, чай Ахмат с бергамотом, черный. Я вообще обожаю с бергамотом, просто могу пить очень много его. Вот, купила вот такую, а не круглую. Есть там круглые, хотела сначала круглую, но круглые занимают больше места, а вот такие меньше места. Поэтому вот это, но в шкафчике. И она вообще прикольная, с прикольным рисуночком. Маленькая, аккуратненькая. Также я купила салфетки ребенку своему. Вообще они очень классные, на самом деле. Никакого раздражения от них есть. Они специально для детей. Они у меня кончаются очень быстро. Мы с малым их любим. Дальше я купила также вот коллекция шепи-шик, то, что было. Я купила еще остаточки. У них остались наклеечки, потому что реально очень много клевых вещей можно сделать. Такие розочки. И вот такое у меня не было. Решила купить. Ну, это такие декоративные ленточки-наклеечки. Кто не знает. Также для Нового года я уже готовлюсь. Решила купить вот такие бусики для Нового года. Вот они. В двух цветах. Мне вот эти цвета понравились. Увидела их у блогера Лины. И мне очень понравилось, потому что я раньше думала, что это какая-то фигня, честно говоря. Ну, когда увидела, мне кажется, это очень круто. Во-первых, их можно использовать как бусы. Во-вторых, это вообще декор всего, чего можно только вообще придумать. Не знаю. И елки, и это. Ну, очень красивенькие штучки. Очень. А цвета вообще шикарные. Там еще и золотые, и какие-то еще, в общем, цвета. Ну, классные. Также я, естественно, купила себе снег с проеделы. Украшу свою елочку. Ну, вообще, как-то я помню, что хотела себе этот снег. Думаю, где купить его, где. Ну, короче, купила пока за 50 рублей. Купила себе две гирлянды. Вот такие вот. Вот одна сзади у меня. Вот, чтобы вы видели. Во! У нее много режимов, кстати. Просто светится. Вот так вот. Вот так вот. Ну, для дома, знаете, я вот люблю, чтобы было, короче, вот такие вот, да. Они, короче, две. Они горят. Потом тухнут. И включаются две другого цвета. Вот это мое самое любимое. Ну, я купила две такие, потому что по 50 рублей это круто. Так они 100-150 под Новый год вообще будут. Ну, так, на улице, знаете. Самое дешевое, что можно было бы найти. А 50 рублей это вообще круто. Вот я две взяла, украшу их. Еще у меня есть гирлянды. Вообще было бы круто, если бы они были белые. Жалко, что они черные. Мне вот белые нужны. Они тогда для декора у меня постоянно будут в доме. Ну, а также к Новому году я купила два вот таких наборчика. Просто, знаете, встречным деткам каким-нибудь подарить. Или, может быть, у меня кто-нибудь в гости придет. Я даже не знаю, что здесь за конфетки. Мы можем одни открыть. Одни конфетки открыть. Как они тут открываются? Главное, чтобы мы не испортили ребенку коробку. Блин, я так давно не ела шоколада. Блин, вы не представляете, как я хочу шоколада. Так, стараюсь аккуратно открыть. Слушайте, а тут она... Это вообще какая-то специальная штучка сверху, бля. Ой, две вот такие штуки. Это как на... Может, это я прихватила, короче, с собой? А оно вот такое. И тут Дед Мороз тоже. Ну, короче, оно... А, оно здесь вот идет. Сейчас я захочу шоколада, жутко. Это последняя, кстати, покупочка. Если вам интересно, что там за конфетки, вы можете оставаться. А так больше ничего не будет. Супер контик. Вот такой вот. Контик, кстати, неплохие. Вот такая вот конфетка. Мед какой-то. Яблоневый мед. Я бы попробовала. На самом деле, немного тут конфет. Это, в общем, вот такие вот они. Ну, было бы прикольно, знаете, так приятненько получить. Получить. Ой, как пахнет. Мне даже было бы приятно получить такой подарочек. Ну, я тяну внимание. Оно такое дело. В общем, все. Покупки из Фикс Прайса в этот раз. Немножечко. Но зато они полезные. В общем, все. Покупки закончились. Вот это такая-то штука классная. Как че. Бриллиант. Ладно, я с вами прощаюсь. Если были полезные покупочки, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока. Кстати, я думаю сделать такую тему, как советы в конце видео каждого. И, ну, не знаю, в этот раз, наверное, я думаю записывать эти советы все отдельно. Короче, совет в конце этого видео такой. Он будет у нас про ребеночка. И я не советую вам, будущие мамы, которые покупать много памперсов. Ну, большие, то есть, да. Я советую вам купить парочку памперсов разной фирмы для того, чтобы проверить ребенка на аллергию. Если у него будет аллергия на какой-то памперс, то хорошо, что вы не купили их много. То есть маленькую упаковочку купить. А потом, когда уже определитесь, тогда покупайте большие упаковки. Вот такой вот маленький совет от меня. Все, пока, удачи!